Донецкая Народная Республика Техники только вручную. Сюда даже пробраться непросто, сквозь развалины нового терминала. Тела украинских силовиков внизу, под бетонными плитами и металлическими перекрытиями. Сложность в том, что сложилось с два этажа, все потолки превратились в пол. Соответственно, они находились между подвальным помещением и первым этажом. То есть, третий и четвертый этаж сложились воедино. То есть, соответственно, эти плиты полностью все накрыло. Вместе со спасателями завалы разбирают пленные украинские солдаты. Один из них тот самый Киборг, как их называли в Киеве. Он был заблокирован здесь, в аэропорту, вместе со служивцами. Одного из них извлекает из-под плиты. Близкий друг. Как его познали? По ботинкам. По обуви я познал. Штаны и комбинезон обуви. У него такая была только. А вот Дмитрий и Виталий сами сдались в плен, когда в Углегорске их бросили командиры. Вместе с ними во взводе были еще 24 человека. Об их судьбе ничего не знают. Принудительно отправили сюда. Ну, типа, на... как мясо. Что хотите, то и делайте. Как хотите, так и живите. Все. Спасатели работают в бронежилетах. Неудобно. Но аэропорт продолжает время от времени обстреливать. Накануне ополченцы направили официальный запрос по ту линию фронта. Хотя бы сегодня соблюдать режим тишины. Но обращение украинская сторона проигнорировала. Как и предложение забрать тела сослуживцев, пролежавшие здесь больше месяца. По крайней мере, в комиссию по делам военнопленных Министерства обороны ДНР ни один командир, ни один военкомат не позвонили, не изъявили желание как-то содействовать в розыске своих же пропавших без вести людей. Для чего тогда это делается? Потому что обращаются матери, жены, сестры. Загрузом 200, 100 линий фронта приехали добровольцы из общественной организации. Николай зафиксировал и обстрел с украинской стороны, и количество погибших. Достали сегодня 4 тела и останки одного бойца. Николай говорит, их задача по всей линии фронта собрать достоверную информацию, сколько человек погибло и где. Еще 9 сейчас везут. В Горловке находятся. По всей линии соприкосновения находятся тела военнослужащих вооруженных сил Украины. Украинским командирам, по словам ополченцев, неоднократно предлагали сохранить жизнь солдатам. Предлагали им выйти? Да, конечно. Они согласались? Нет. Продолжали отстреливаться и отсюда обстреливать город. В терминале все еще стоит сожженная украинская техника. Весь аэропорт превратился в руины, и сколько еще тел украинских силовиков под ними погребено. Остается только догадываться, Украина не раскрывает официальное количество погибших здесь. Поэтому волонтерам предстоит откапывать этаж за этажом и выяснять это шаг за шагом. Как говорят волонтеры из Киева, их задача проехать по всей линии фронта и попытаться зафиксировать хотя бы примерные потери украинской армии.